Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Медникова Мария Борисовна – антрополог, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Окончила биологический факультет МГУ по кафедре антропологии, кандидат биологических, доктор исторических наук, лауреат премии Президиума РАН имени Миклуха Маклая. Главное направление интересов Марии Медниковой – комплексные междисциплинарные исследования в археологии, биоархеологические реконструкции по данным антропологии, морфология человека, эволюционная антропология, манипуляции с человеческим телом в древности. Она – автор свыше 330 научных публикаций, в том числе 21 монографии. Мария Медникова – член ряда российских и международных профессиональных обществ, в частности, Европейской ассоциации археологов, Российского отделения Европейской антропологической ассоциации, Российского общества историков медицины и Европейского общества по изучению эволюции человека. Мария Борисовна Медникова в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Мария Борисовна. Здравствуйте. Сегодня тот редкий случай, когда и выпуск в целом, и тема, они имеют совершенно конкретный информационный повод, радостный повод, я бы сказала. Это присуждение Нобелевской премии 2002 года, Нобелевской премии по физиологии или медицине, известному ученому палеогенетику Сванте Пабу. Мы потом поговорим, а за что, собственно, присудили, это будет ясно очень скоро. Сванте Пабу – швед по национальности, почему-то национальность нобелевских лауреатов всегда имеет значение для тех, кто освещает это событие, почему-то и уделяют внимание. Работает он в настоящее время в Германии, он один из руководителей, один из директоров Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. Ну вот, кто такой Сванте Пабу, за что ему присуждена Нобелевская премия, чем вообще занимаются палеогенетики. Об этом речь сегодня. И сразу скажу, что это первый из двух выпусков запланированных, который посвящен древней ДНК и эволюционной антропологии. Пожалуйста, Мария Борисовна, вам слово. Большое спасибо. Здравствуйте, дорогие зрители медицинского канала. Я сразу хочу нести некоторую ясность, потому что у меня нет медицинского образования, я биолог по образованию, и даже докторская степень у меня по археологии. Поэтому сегодня мы будем говорить больше о том, что я лучше знаю. Я надеюсь, это вы поймете. Но премия у Сванте Пабу по медицине все-таки. Да. И потому мы сочли возможным и важным рассказать о ней. Да, собственно, это очень неожиданная премия, потому что формулировки, вы видите здесь на экране, они абсолютно нетипичны для такого рода премии. Но вот эта официальная формулировка гораздо короче, она, это уже пояснение, она звучит так, за его открытие, связанное с геномными исследованиями вымерших гоминин и эволюцией человека. Ну и там еще как-то звучит все-таки слово физиология. Ну да, физиология, она в названии номинации. И, кстати, раз уж мы упоминаем какие-то биографические подробности, известно, что он сын Нобелевского лауреата по физиологии. Ну, другая фамилия. Другая фамилия, да. Мама воспитывала, но тем не менее. И, собственно, здесь вынесены основные позиции, которые присутствуют, за которые присудили эту премию, то есть за расшифровку генома неандертальца, за открытие нового ископаемого человечества денисовцев и за действительно новаторское исследование, которое показало участие ископаемых людей в формировании современного человечества и даже влияние на некоторые медицинские аспекты, о чем мы вкратце, надеюсь, тоже сегодня поговорим. Но в целом нужно сказать, что, наверное, прежде всего, Нобелевская премия была присуждена за новое научное направление, за метод, потому что до сванта Бабу этого научного направления просто не существовало. Ну вот, завершая такую забавную биографическую часть, дело в том, что он работает в институте Макса Планка, где очень дружный коллектив, и у них принято замечательные события, самые главные научные достижения, таким неформальным образом отмечать. В данном случае лауреата искупали в пруду, который находится в обуви, в общем, это произошло в октябре месяце, но вот, по крайней мере, у сванта Бабу крепкое здоровье. Собственно, почему пригласили, наверное, на эту передачу меня? Ну, так получилось, что на протяжении последних 11 лет я принимала участие в разных очень важных научных мероприятиях, которые прежде всего проводились на базе Денисовой пещеры. Там производятся раскопки, которые сыграли действительно огромную роль в открытии новых ископаемых людей. И там собирались очень интересные люди, это действительно топовые ученые, это и сам сванта Бабу, который делал там доклады, и его аспиранты, и замечательные геологи, физики, специалисты по современным методам датирования разных находок, происходящих из археологических раскопок. Ну, и, естественно, хозяева этого форума, археологи и антропологи. И сегодня, собственно, мне бы хотелось протянуть такой мостик между очень важным направлением биологической антропологии, это эволюционная антропология или антропогенез, как это принято чаще называть в российской науке, и вот новыми методиками, которые изменили наши взгляды на становление человечества. Сразу я хочу сказать, что эволюционная антропология, она существует достаточно долго, 150 лет, и это была очень консервативная наука, и, собственно, главное, это было знание анатомии, и именно существующие стандартные методы измерения, описания скелетных останков человека, каких-то элементов зубной системы, которые обнаруживаются на раскопках, позволили описать ископаемые морфологические виды людей, то есть выделение таких таксонов, как пятикантроп или хомоэректус, или неандерталец, или кроманьонец, опирались на совокупность анатомических признаков, которые являлись специфическими для того или иного вида. Ну, вкратце я могу напомнить слушателям, что главным, таким наиболее стабильным видом человека является хомоэректус или пятикантроп, который существовал на протяжении свыше миллиона лет. И, ну, в основном, поздние его формы вымирают порядка 400 тысяч лет назад, хотя, может быть, даже еще где-то он сохранился, например, на острове Ява. Неандертальцы были открыты в 1856 году, и именно это такой классический морфологический вид, потому что особенности строения неандертальских черепов, скелетов очень сильно отличаются от современных. Кроманьонцы — это анатомически современные люди, которые жили во времена Верхнего Палеолита в Европе. Были еще более ранние. Сегодня считается, что анатомически современные люди происходят на территории Африки. Наиболее ранние находки сегодня встречаются в Марокко, и это древность 300 тысяч лет назад. Спустя, собственно, очень долгое время, на протяжении которого эти находки изучались, морфологически появилась возможность изучения древней ДНК. Появилась она впервые 30 лет назад, но этот метод получил очень мощное развитие всего лишь навсего на протяжении последних 11 лет. И, собственно, дивергенция этих ранее выделенных форм сегодня подтверждается генетически. И, кроме того, у нас появилась совершенно уникальная возможность исследовать материалы очень плохой сохранности, совершенно крошечные останки костей или какой-нибудь изолированный зуб. И на основании генетического анализа можно получить информацию о существовании ранее неизвестных видов ископаемых людей. Итак, вот мы перед вами, собственно, очень известная, опять же, фотография Сванта Бабо, которая держит в руках череп неандертальца. И, собственно, этот исследователь долго шел, собственно, к своему успеху. Он получил очень разностороннее образование. В какой-то момент хотел стать египтологом. Поэтому неудивительно, что первый опыт экстракции древней ДНК, который осуществил, по-моему, в 1986 году, он как раз связан с останками египетского человека, с египетской мумией. Итак, вот что такое древняя ДНК сегодня? Это, собственно, любая ДНК, выделенная из останков человека, которую мы обнаруживаем при археологических раскопках. Очень долго было непонятно, как глубоко можно изучать, какой древности должны быть скелетированные останки, которые доступны для изучения этим методом. Вот на сегодняшний момент остается самой ранней находкой такой кость гейдельбергского человека, который жил порядка 560 тысяч лет назад на территории Европы. Это очень большой успех. Ну и это сегодня не тема нашего разговора, но в нашем стране существует определенное законодательство, которое регулирует эти вопросы. И, собственно, археологическими образцами считаются находки древностью всего лишь 100 лет. То есть это 1922 год. Останки моего дедушки – это уже археология. Ну, строго говоря, да. Строго говоря, да. Ну вот, давайте мы в самом таком общем виде разберем вопрос, что мы можем извлечь, какую информацию мы можем получить, когда мы рассматриваем анализы древней ДНК. Иногда бывает очень важно определить пол погребенного. И в антропологии существует такая лакуна, связанная с невозможностью на основании анатомических критериев определить пол маленьких детей. Ну, это вполне понятно. Только с опорой на скелетную систему. Далее мы можем расширить наше представление и сделать выводы о половой структуре популяции, то есть кого там было больше – мужчин, женщин. Это тоже важно. Связи древнего населения и вопросы, с кем они встречались, с кем они смешивались, то есть вопросы метисации. Существует очень важная возможность определять фенотипические признаки некоторые, ну, прежде всего, связанные с пигментацией. То есть цвет кожи, цвет глаз, волос – это, может быть, очень важно для понимания вопросов миграции, расселения человечества, освоения новых территорий. Потому что мы знаем сегодня существование абсолютно таких выраженных географических трендов, прежде всего, пигментации цвета кожи. Ну, и определение некоторых наследственных болезней тоже может оказаться очень важным. В последние годы, собственно, бок о бок с генетиками, которые непосредственно работают в лаборатории, идут биоинформатики. Потому что очень важно уметь правильно обсчитать эти материалы, сравнить их с теми методанными, которые накоплены и при изучении уже древнего населения, при изучении современного населения. Ну, это, в общем, такие широко известные программы, как метод главных компонентов, и еще специфическая программа «Эдмикшер», которая показывает нам, ну, собственно, вот связи как раз между разными древними группами людей. Сегодня мы немножко поговорим, или, может быть, в следующий раз мы затронем эту тему, об интрогрессии архаических людей и о возможных встречах людей разного происхождения, давно дивергировавших. То есть тех представителей разных ископаемых человечеств, которые, возможно, могли передавать друг другу генетический материал. И, собственно, попытаемся на некоторых примерах рассмотреть вопрос, как эти встречи повлияли на некоторые аспекты биологии человека сегодня, сегодняшнего человека, тех людей, которые… Это у нас во второй части у нас купил. Ну, мы попробуем сегодня подвести, а во второй части, если получится, то мы продолжим. Еще 15 лет назад мы бы с вами обсуждали примерно такие картинки, потому что наши представления об эволюции человека, его расселении, применительной генетики, они опирались исключительно на анализ ДНК современных людей. И, собственно, вот эта картинка, она была построена примерно в середине 2000-х годов, когда был большой проект геном человека, и, собственно, уже эти данные, это результаты, естественно, моделирования, они показывали, что человечество происходит на территории Африки, и первые представители рода хомо, ну и в данном случае анатомические современные люди. Тогда оперировали, ну, в общем, такими датировками модельными 130 тысяч лет назад, по данным антропологии это было 200 тысяч лет назад. И вот в процессе миграции, благодаря некоторым, нескольким волнам миграции, люди выходили из Африки, и, собственно, осваивая новые территории с новыми климатическими условиями, люди тоже менялись, потому что, естественно, возникали мутации, которые разбивали человечество на разные группы. Именно тогда же, где-то лет 20 назад, возникли такие понятия, как генетические прародители человека, то есть условно-генетический Адам, условно-генетическая Ева. Тоже, в общем-то, это был такой прогноз, скажем так, вглубь нашего прошлого, на основании данных изучения современной ДНК. Ну, это такие условные персонажи, которые являются предками всех ныне живущих людей на Земле, то есть они были настолько удачливы, что передали свой генетический материал потомкам. Их потомки тоже были удачливы. Ну, как можно видеть на этом слайде, эти люди никогда не встречались, между ними десятилетия, десятки тысяч лет. Да, вот, и объединяет их лишь одно, что, опять же, по этим модельным данным, они жили примерно на одной территории в северо-восточной Африке. Адамы вычислили, очевидно, по Y хромосоме, а Е по митохондринаме. Да, совершенно-совершенно справедливо. А, он заметил, да. Да, я как раз подключил. И, собственно, вот давайте мы вернемся к анализу древней ДНК, потому что здесь есть разные методические возможности. И, собственно, вот первой такой возможностью было именно изучение митохондриальной ДНК, потому что, как вот можно видеть, она намного короче, 16 569 пар оснований. И ее просто было легко выделить и значительно-значительно дешевле изучать. И вот только последние, как минимум, наверное, 10 лет, все-таки предпочтение отдается изучению ядерной ДНК, потому что объем генетической информации, которую получают, ну, он совершенно другой принципиально. И, собственно, сегодня, если повезло, если древняя ДНК не декородировала, в некоторых уникальных случаях возникает возможность полногеномного секвенирования. Я хотела здесь уточнить, может быть, даже скорее для себя, вот еще одну заслуга, по-моему, Сванте Пабу в том, что он уникальное свойство древней ДНК использует, о котором не догадывались до него, до его открытия, а именно превращение одного из оснований ДНК, цитозина, по-моему, в урацил, в древней ДНК. Да, потому что в современной ДНК урацила быть не может, она только в РНК, а он понял, что когда она деградирует, там, по-моему, амина группы теряются, она превращается в урацил, и вот так, то есть кроме того, что эти все исследования, они в очень чистых условиях должны производиться, чтобы современной ДНК ученого не загрязнить образец, то он еще вот эту вот штуку придумал, которая бесспорно позволяет определить исследуемую ДНК как древнюю. Правильно я понимаю? Да, вы понимаете? Там еще есть такой подход, основанный на оценке деградации ДНК. Это вот получаются такие графики, которые называются усы древности. Современная ДНК никогда не даст такого графика. А то, что касается урацила, действительно, это очень важный аспект, потому что, собственно, это такое важное лабораторное, методическое открытие. Но это связано с тем, что при обработке, в процессе, как бы сказать, пробоподготовки использовалась вот этот, я забыла точное название, урациловая кислота, которая могла как бы быть неправильно интерпретирована, потому что там целая цепь превращений. В общем, до Пабу об этом не догадались. Нет, нет, нет. А он догадался, получил Нобелевку. Понимаете, это действительно такая вот цепь открытий, которые, ну вот, каждый шаг, он должен был быть подтвержден. Собственно, вот следующий слайд, он как раз посвящен основным принципам изучения древней ДНК, потому что это на порядок более сложное занятие, чем изучение ДНК современного человека. Потому что когда человек умирает, его ДНК тут же начинает разрушаться. И в зависимости от того, в каких условиях погребено его тело, в жарком климате, или в сухом, влажном, да, еще там какая-то кислотность почвы может влиять, много-много факторов. Собственно, она может деградировать практически полностью. И, собственно, та древняя ДНК, с которой имеют дело специалисты, это как бы цепь фрагментов, которые, да, иногда очень коротких каких-то участков, которые очень сложно интерпретировать. И, собственно, поэтому изначально эти исследования вызывали иногда какой-то скепсис со стороны неспециалистов. Ну и, кроме того, была важнейшая методическая проблема, потому что, ну вот, каждый из нас, он окружен облаком молекул, собственно, и ДНК. То есть вот стояла проблема загрязнения образцов, в которой выделяются в лабораторных условиях современной ДНК. И поэтому были разработаны невероятные протоколы, связанные с очисткой. Собственно, в западных лабораториях, которые этим занимаются, выкупаются для этой цели, ну, собственно, помещения, которые принадлежали фармацевтическим компаниям. И там идет... Чистые комнаты, так называют. Ну, это огромные такие блоки, и специалисты работают в скафандрах и так далее. Ну вот, я должна сказать, что в нашей стране сейчас появилась лаборатория, которая применяет другой метод. И, кстати, очень перспективно все это выглядит. В боксах происходит эта очистка. Боксы наполнены инертным газом. Вот. Так что, в общем-то, мы видим, что методически эта работа очень непростая. Ну, и очень важное усовершенствование метода было осуществлено примерно в середине только вот 2010-х годов, то есть буквально несколько лет назад, появился метод NGS, который расшифровывается как секвенирование нового поколения. И, собственно, вот здесь такой алгоритм представлен на этом слайде, как мы должны действовать. Мы должны правильно отобрать образцы для нашего исследования. Мы должны быть уверены, что это образцы древней ДНК. То есть параллельно по костным зубным останкам производится, ну, если это не очень древние образцы, до 50 тысяч лет назад, производится радиоуглеродное датирование в акселераторных лабораториях. Окружающих всяких растительных, животных. Ну, как вам сказать, растительных для такой древности это не очень осуществимо. Ну, я имею в виду уголь, например. Уголь – это хорошо, но вообще вот современный метод радиоуглеродного датирования, он совсем на другом основе. То есть если мы получаем образец для выделения ДНК, то чаще всего из этого же образца выделяется коллаген, и только коллаген датируется, потому что тот же уголь, он может быть загрязнен позднейшим атмосферным кислородом. А вот коллаген, древний коллаген, он как бы уже делает это более надежным способом анализа. Ну, дальше идет экстракция древней ДНК, и поскольку, как я уже сказала, вот эта молекула древней ДНК фрагментирована изначально, это совершенно очевидно, то нужно умножить количество генетического материала, чтобы сделать выводы более достоверными. И поэтому происходит амплификация. И, как я уже сказала, постоянный контроль частоты. Ну, и еще такой, наверное, последний методический слайд, который я хотела вам показать, он связан именно с теми частями останков человека, где лучше всего сохраняется древняя ДНК. И это показали, в общем-то, эксперименты, потому что никто этого раньше не знал. Во-первых, это дентин, это зубы, которые собирают, как правило, для этих анализов. Но вот интересная такая особенность, интересное наблюдение, что зубной камень, который, казалось бы, должен консервировать в своем составе бактериальную ДНК, оказывается, сохраняет очень хорошую и человеческую, собственно, ДНК. Поэтому многие предпочитают такие образцы. И, наконец, недавно, это уже несколько лет назад, была предложена область парспетроза височной кости, где, как выясняется, ДНК сохраняется особенно хорошо. Итак, давайте мы перейдем к таким фактическим результатам, которые нам показывают первые работы в этой области, прежде всего. И первая ДНК, ископаемого человека, это была ДНК неандертальца, того самого, который был найден в Грутефельдсхойфер в 1856 году. И хранится он в Германии. И, собственно, это была митохондриальная ДНК, естественно. Публикация, по-моему, была в 1997 году. И буквально спустя пару лет этот опыт был удачно очень повторен в работе нашего соотечественника, бывшего Игоря Овчинникова, который выделил ДНК из костных останков неандертальского ребенка, найденного у нас на Северном Кавказе в Минзмайской пещере. ДНК двух этих неандертальцев оказалось очень похожей. И, собственно, в тот момент считалось, что она никаких аналогий не имеет с ДНК современного человека. Это показывало на очень глубокое обособление наших линий эволюции где-то порядка 400 тысяч лет назад. И, собственно, очередной прорыв в этой области случился в 2007 году, когда была опубликована статья первого автора Йоханна Скрауза, тогда он еще был аспирантом с Ванте-Пабу. И, собственно, ДНК неандертальского типа была выделена из очень фрагментарных костных останков, найденных в пещере Окладникова, у нас на Алтае. И, собственно, вот это открытие сразу расширило ареал обитания неандертальцев на 2000 километров к Востоку, потому что раньше считалось, что, естественно, они жили на территории Европы. Собственно, где они впервые появляются, где они эволюционируют, они жили на территории Ближнего Востока, в таких современных странах, как Израиль, Ирак. В общем, близко к Африке. Да. И вдруг Сибирь. И вдруг Сибирь. Это было совершенно паразитно. Ну, вот несколько слов я все-таки посвящу пещере Окладникова. Изначально она называлась пещера Сибирячиха, потому что она находится буквально на окраине деревни Сибирячиха. И люди там традиционно пасли скот. И, в общем, это такая очень населенная сегодня местность, применительно к Алтайским горам. Но благодаря протекции замечательных учеников этого исследователя она была переименована в честь знаменитого сибирского археолога, академика Алексея Павловича Окладникова, который организовал в свое время в Академгородке институт, который сегодня очень активно продолжает эти работы. И, собственно, благодаря коллаборации людей, которые там работают, с западными генетиками, стали возможны все эти замечательные открытия, о которых дальше пойдет речь. Ну и, собственно, в 2010 году мне посчастливилось обследовать эти скелетные находки из этой пещеры. Очень фрагментарные. Там были буквально изолированные фаланги пальцев, несколько костей стопы, несколько косточек ребенка или нескольких детей, как сегодня нам тоже показывают генетики. Применялись совершенно традиционные методы антропологии эволюционной, то есть измерения и сопоставления с обширной базой данных ископаемых находок примерно за 2 миллиона лет. И, собственно, это показало, что, да, безусловно, это неандертальцы, но, потому что для морфологии посткраниального скелета неандертальцев характерны свои специфические особенности. Но также в строении этих очень фрагментарных костей присутствовало нечто специфическое, и в том числе некоторые признаки, которые до этого были встречены только у хомоэректусов, у пятикантропов. Это было достаточно необычно. И вот это сейчас нас побуждает перенестись на 100 километров от пещеры имени Академика Окладникова Денисову пещеру. Собственно, вот находки в этой пещере они пролили свет на вот эту архаику, которая была встречена в строении неандертальцев из пещеры Окладникова. В 2011 году в Science была опубликована статья журналист Кен Гиппенс с названием «Кто такие денисовцы?». Потому что как раз летом этого года прошла очень важная конференция, где были обнародованы новые данные, новые результаты. И, собственно, вот дальше мы с вами об этом немножко и поговорим. Исследования в Денисовой пещере археологически очень тщательно проводятся на протяжении примерно последних 30 лет. И главными вдохновителями, организаторами этих раскопок являются замечательные новосибирские археологи. Это академик Анатолий Пантелеевич Деревянко и его ученик, член-корреспондент РАН, Михаил Васильевич Шуньков. И вот на этом слайде вы можете видеть такую вот стратеграфическую колонку, разрез, который рисуют нам эти слои. И здесь только стрелочками указано несколько местонахождений. Это тысячи лет, да? Нет, это не тысячи лет, это номера слоев. А, номера слоев. Да. Ну, сразу могу сказать, что вот видите, слой 12. Вот этот слой, начиная со 120 тысяч лет назад. Вот слой 11 синий стрелочкой, ну, это порядка 100 тысяч. То есть это очень глубокая трепость. Ну, собственно, переходим к делу. В 2010 году, первой половине 2010 года, была опубликована совершенно невероятная статья. Вот как раз, опять же, первым автором был Йоханнес Краузе. Естественно, эта статья была подготовлена лабораторией в институте Макса Планка и, собственно, сообщалась об экстракции ДНК из останков ребенка, как тогда считалось, из одной маленькой косточки. Это была концевая фаланга пятого луча кисти. Собственно, было возможно изучить только митохондриальную ДНК, потому что этот индивид оказался женского пула, но сохранность ДНК была поразительной. Собственно, вот этот нижний зеленый график из этой статьи нам иллюстрирует, что очень-очень хорошо сохранилась древняя ДНК в условиях Сибири. А митохондриальная она лучше сохраняется вроде, да? Вы знаете, все зависит от условий. Бывает ситуация, когда и ядерная, тоже очень хорошо. И, кстати, это тоже связано с территорией Денисовой пещеры. Там какой-то уникальный микроалимат. Да. Ну вот. И, собственно, вот название этой статьи включало, ну, во-первых, получилось расшифровать полный митохондриальный геном. Это очень важно. Но он принадлежал представителю какого-то ранее неизвестного человечества. То есть это были и неандертальцы, и не хомо-сапиенсы, а кто-то совершенно другой. Мало того, как вы можете видеть на следующем графике, общий предок по материнской линии сапиенсов, неандертальцев и вот этого индивида, которого назвали Денисовской девочкой, жил около одного миллиона лет назад. А что такое один миллион лет назад? Это время пятикантропа, хомоэректуса. Собственно, в этот момент он самый продвинутый, самый распространенный вид человека на земном шаре. И это, конечно, был совершенно поразительный, невероятный успех. Но очень хотелось выделить полный ядерный геном. И, собственно, вот такая возможность возникла очень быстро, потому что была найдена еще одна ископаемая находка от другого человека, жителя Денисовой пещеры. Это оказался мужчина, обладатель вот такого невероятно крупного архаического зуба. Если среди наших зрителей есть стоматологи, то, может быть, они оценят замечательность этого прекрасного зуба. Итак, вот новые результаты и новая ДНК. К этой работе были привлечены как раз биоинформатики из Бостона. И это прежде всего группа Дэвида Райха. Еще в этом исследовании, по-моему, участвовал тогда уже Монтгомери Сладкин, такой биоинформатик. И удалось получить вот очень такие интересные уточняющие данные. Во-первых, тоже было подтверждено, что неандертальцы и денисовцы, по-видимому, были такими сестринскими ископаемыми группами. Была подтверждена более поздняя дивергенция денисовцев от неандертальцев. Но самое удивительное, что удалось установить смешение денисовцев с некоторыми ранними анатомически современными людьми, которые выходили из Африки и, расселяясь куда-то в глубины Азии, по-видимому, могли встретить таких необычных людей. И в одной из этих первых публикаций сообщалось, что денисовское генетическое наследие было встречено в 33 популяциях из Азии и Океании. Оно отсутствует в Европе, но в азиатских группах оно присутствует. Причем в таких островных местах, как острова Меланезии, изолированный континент Австралии, может доходить до 5% у аборигенного населения. И на основании этих данных был сделан вывод, что некогда денисовцы имели очень широкий ареал распространения в Азии. Ну вот тут я могу похвастаться фотографией, которая моя. Это была замечательная профессиональная экскурсия как раз в пещеру Окладниково. И вот Сванта Пабу, которая сидит под навесом и смотрит на долину, где когда-то паслись стада шерстистых носорогов. А это был грот, такое убежище для целой замечательной семьи неандертальцев. Итак, собственно, по данным генетического анализа, в Денисовой пещере жил кто-то, кто не был сапиенсом, не был неандертальцем. Но вот как они выглядели, до сих пор остается, в принципе, загадкой. Потому что очень мало находок. Вот мы видим результаты микротомографии и трехмерной реконструкции этого замечательного ископаемого Денисовского зуба. И специалистами описаны особенности, которые уводят его тоже куда-то в глубокую древность во времена пятикантропа. Но находок было очень мало. Я хочу упомянуть о недавней относительной находке. Это уже слаковая была. Да. Собственно, публикация эта появилась, по-моему, в 2018 или 2019 году. Подготовлена она была антропологами в данном случае и под руководством в тот момент директора Института Макса Планка, профессора Жан-Жака Юбли. И история совершенно фантастическая. Вот как бывает иногда со всякими ископаемыми, самыми важными находками, там какие-то возникают приключенческие истории. В общем, это история тибетского монаха, который молился в этой пещере Сяйхэ. Это такая специальная пещера, куда ходили молиться. Да, да, да. И случайно вот в процессе медитации он обнаружил половинку нижней челюсти человека. И, собственно, очень долго ее хранил. И спустя чуть ли не два десятилетия она попала, наконец, для изучения в Пекинский институт, откуда аспирант ехал как раз заниматься своей научной работой в Институт Макса Планка. И он привез этот фрагмент своему научному руководителю, профессору Жан-Жаку Юбли. Вот на этом изображении вы видите тоже результат реконструкции трехмерной. То есть это была сделана томография, и, собственно, вторая половинка – это зеркальное отражение. Вот. И, собственно, Жан-Жак Юбли, будучи опытным анатомом, морфологом, он обратил внимание на невероятное сходство строения этих зубов с строением зуба, который известен из Денисовой пещеры. И сразу обратились к генетикам. Но выделить ДНК не удалось, к сожалению. Но удалось выделить белки. И вот тогда был сделан протеомный анализ, который действительно подтвердил, что это были... Денисовские пещеры. Да. И получается, что денисовцы жили на территории Тибета порядка 160 тысяч лет назад. А в Денисовой пещере, они, по-видимому, жили еще раньше. И вот, собственно, следующий слайд нам перечисляет все известные находки. Ну, я не знаю, может быть, коллеги обнаружили что-то еще во время последнего полевого сезона. Но в таком официальном пространстве известно три зуба. Вот это фаланга мизинца. Обломки черепа, кстати, неопубликованные. Очень массивный череп, как сообщают. И вот эта челюсть из сайхэ. Но, опять же, фенотип может быть установлен и генетическими данными. И они говорят о темных волосах, вообще такой темной пигментированности, темных глазах, что, в принципе, связывает нас больше с какими-то тропическими регионами. Но при этом горные массивы. Это мы уже понимаем. Что интересно, то есть, ну, к югу от Алтая простирается такая замечательная страна, как Китай, где производятся раскопки и иногда обнаруживают вот такие совершенно замечательные черепа, который известен под названием череп издали или хомо-лонги. И, в принципе, эти люди могли быть денисовцами, потому что ДНК из находок на территории Китая не выделяется. Жаркий климат, влажность, и пока вот таких успешных экстракций нет. То есть вот мы все время дополняем друг друга, используя разные методы. Ну, на этом мы пока остановимся. Разговор о денисовцах у нас будет продолжен в следующем выпуске. А по скриптуме я хотела спросить о других людях, генетические исследования которых, пока, насколько мне известно, или ничего не дали, или не проводились. Наверное, вы следите за этими людьми. Я имею в виду находки, сделанные в Дмонисе, в Грузии. Миллион восемьсот тысяч лет назад там жил кто-то очень человеческий. Очень человеческий, пока непонятно. Но есть реконструкции, есть художественные. Возможно, это даже первый выходец из Африки, никто не знает. Иногда его определяют как Homo georgicus, или georgicus, не знаю. Как вы считаете, кто это? Может быть, Homo erectus все-таки? Кто это? Что о нем известно внутри сообщества антропологов? Ну, я хочу сказать, что это, конечно, совершенно фантастические находки. И мы очень ждем обнаружения аналогичных именно скелетных находок на территории Армении. На территории Тагестана, где найдена каменная индустрия, тоже указывающая на очень глубокую древность. Давид Лорн Кипанидзе, известный вам, он рассказал шутку. Мы, говорит, шутили, что как хорошо, что граница проходит здесь, иначе открытие досталось бы армянским коллегам, а не нам. Потому что там очень близко от границы с Арменией. Что можно сказать? Вообще, вот история исследования Маниси подтверждает невероятно ранние миграции представителей рода Homo из Африки. Потому что, собственно, Homo habilis, это такой промежуточный вид между грацильными австралопитеками и уже людьми совершенно определенными, такими, как Петикантрополи, Homo erectus. Но считается, что Homo habilis не выходил за территорию Африки, хотя тут есть разные точки зрения. А вот те, кто первый вышел, это, безусловно, в материальном смысле, это люди из Маниси. Причем, действительно, по-моему, сейчас вот новые даты появились, порядка уже и 1,9 миллионов лет обсуждаются. В Розмане там рядом с сосиском. В 25 километрах, да, по-моему, вот. Конечно, это совершенно поразительно, но это очень логично, потому что Homo erectus появляется на территории Африки тоже вот почти 2 миллиона лет назад. И это человек, который, в отличие от своих эволюционных предшественников, переходит к активным действиям. То есть человек из жертвы потенциально становится хищником, он разрабатывает орудия охоты, он охотится. И, соответственно, вот эти миграции за стадами животных, которые перемещались, что выход из Африки в тот момент был достаточно легким. Мало того, они попадали в Ливантийский коридор, то есть вот пути миграции они потом неоднократно повторялись. А Кавказские горы в этот момент были намного ниже, поэтому тоже было достаточно легко туда попасть. Потом там природа была удивительная совершенно. Мне повезло, я прям один день провела там на раскопках, в этот день нашли Петро Страуса. То есть там страусы бегали. Да, конечно. Там бегали страусы, там совершенно какая-то была такая райская земля. Ну, вы знаете, вот еще такой момент, уж раз мы говорили уже про денисовцев, там, например, были найдены какие-то артефакты. В Денисовой пещере в Сибири изготовлены из корлупы Страуса. Меня это совершенно поражало. Просто климат бывал другим, фауна была другой, поэтому вот такое тоже возможно. Вот вернемся к людям из Маниси. Фантастическая сохранность черепов, скелетов, которые нам позволяют судить, в особенностях скелетной конституции, о невероятном разнообразии этих людей, об их полиморфизме. Потому что эти черепа, они очень сильно отличаются друг от друга. То есть вот это нам показывает, ну, я не знаю, что это нам может показывать, что, конечно, они были родственниками, но, может быть, уровень инбридинга был не таким большим. По поводу выделения ДНК, к сожалению, я думаю, сейчас методически это невозможно. Потому что это именно уже окаменевшие, скорее всего, гости, то есть там произошла эта фасилизация. Очень интересные наблюдения, связанные с исследованием черепа пожилого мужчины, который при жизни утратил все зубы, представитель этой группы, но, по-видимому, прожил долгие годы. И это поднимает известную тему про альтруизм этих людей. То есть его должны были кормить, поскольку они питались исключительно мясом, ну, как правило. Все-таки растения, безусловно, тоже были, но ему, по-видимому, чуть ли не пережевывали эту пищу. Хотя на его же черепе встречены следы хорошо заживших травм. Так что у нас такая двоя страсть. Ну, били, лечили, били, потом сами били, сами лечили. Ну, может быть, не они, а какие-то конкуренты. Да, какие-то враги. В территории Армении. Спасибо большое, Мария Борисовна. Мы надолго не прощаемся. Мы встретимся очень скоро.